Кому платить за бесплатное телевидение? Этим вопросом озадачено и большинство челнинцев. В ноябре пришли счета за коллективную антенну и в расчетках ГРЦ, и в квитанциях от компании МТС. Поставить точку в этом деле и сказать, кто вправе взимать деньги за обслуживание этих сетей, сегодня никто не может. Свою точку зрения решил озвучить исполком его. Специалисты советуют внимательно изучать приходящие квитанции. Ту, что за услуги ЖКХ, за квартиру нужно оплатить обязательно, наставивают чиновники. А вот со счетом от МТС не все так однозначно, уверяют они. Если вы оплачиваете эту квитанцию, то получается, что вы соглашаетесь со всеми теми условиями, которые здесь прописаны. Еще раз повторяю, что у нас есть закон о связи, есть федеральное законодательство республиканское, которое регулирует все эти моменты. К слову, прокуратура города настаивает, чтобы графы телеантенна в расчетках за квартиру вообще не было. А за эти услуги провайдеры выставляли собственные отдельные квитанции, как это сделали в МТС. Будет ли так, узнаем скоро, когда начнут приходить расчетки за ноябрь. Тем временем еще одна строчка в них вызывает вопросы у горожан. Горячая вода, цена за кубометр которой меняется каждый месяц. Дело в том, что утвержденный тариф есть только на холодную воду. А стоимость горячей зависит от количества тепла, потраченного на ее нагрев. На это влияет прежде всего температура за окном. И получается, что сегодня расчет тарифа на горячую воду отдан на откуп управляющим компаниям. Упорядочить этот вопрос обещают лишь к 2018 году. До этого еще будет такой тариф плавающий. После чего будут установлены жесткие нормативы. Они должны быть разработаны нашим субъектом, субъектом Республики Татарстан, получается. И которые должны применяться. Продолжение следует...